здравствуйте друзья в эфире программа квадрат в студии фонтанка офис генеральный директор компания мир квартиры ритм петр войчинский ну и раз у нас в гостях петр войчинке значит речь пойдет об элитной недвижимости петр добрый день добрый день добрый день уважаемые слушатели и зрители итак итоги квартала на рынке элитной недвижимости петр мы будем говорить о цифрах или об ощущениях ой наверно ощущение важнее цифр в нашем сегменте тогда сначала все-таки цифры вот если верить отчетности компании night frank достаточно серьезный брокер сильный игрок на этом рынке у нас за первые три месяца года граждане приобрели 11000 квадратных метров в элитном сегменте категории а и порядка 90 тысяч квадратов это в бизнес-классе в категории б год назад в первом квартале 16 цифры были другие 9000 элитки 125 бизнес-классе элитка у нас немножко подросла по спросу а бизнес-класс немножко съежился ну как немножко 120 до за достаточно заметно достаточно заметно почти на 30 процентов это шалость статистики или это все-таки объективный процесс абсолютно объективный процесс и в вашем вопросе есть ответ почему-то происходит почему бизнес-класс сокращается но ведь мы считали что рынок дорогого жилья это пирамида самом низу эконом-класс потом комфорт потом бизнес и вершинка это элитка я всегда считал что весь рынок в купе работают вместе то есть это все рациональное деление одного большого рынка элитные бизнес и комфорт и даже эконом я лично слышу когда застройщики бизнес класса спрашивали интересовались как дела у элиты чтобы под нее вообще вот эти категории очень размыты как мне кажется вот очень легко если мы аналогию проведем в автомобильном бизнесе вот есть автомобиль такого класса это элитный автомобиль такого же класса но модель немножко поменьше элитная ли она эта машина все кто строит что-то хотят чуть-чуть подтянуть себя к повыше уровня поэтому говорить что бизнес-класс на сегодня съежился только потому что стало меньше денег разрыв между элитой и эконом-классом стал больше ну наверное это не просто слова это действительно так что касается что касается куда девается этот бизнес-класс так мы с вами здесь спасибо отлично никуда не делись вы ведь относите себя к верхней части среднего класса да спасибо гормир в отношении давайте посмотрим так мы не будем вдаваться в подробности перечислять критерии которым должна отвечать настоящий элитка не настоящий лидк это от лукавого это просто верхние пять процентов любого рынка самый самый дорогая и супер верхушкой но почему объективно верно и пять процентов но субъективно кто за что платит да кто платит за вид из окна кто платит за просторы и зелень это дело вкуса появились ли у нас новые локации за последний год вот застройщики но все больше и больше говорят о петровском остров да конечно петровский остров это одна из таких изюминок 16 года он действительно начал расстраиваться этот индустриальный район стал действительно все больше и больше привлекать и бизнес и лица и комфорт плюс и даже сильно элитные классы тем не менее мне кажется никогда не будет альтернативой крестовскому почему раз почему ну во первых логистика там строится мост там строится продолжение за sd во вторых вся та индустриальность заводы от баварии до петровского стадиона и мое ощущение что он будет застраиваться следующие пять семь лет еще более плотно чем сейчас крестовский то есть если крестовского называли коммунал для меня для миллионеров здесь у нас будет хрущевка для миллионеров 137 где-то так ну понятно а транспортная доступность по-прежнему вам важно и конечно важно конечно важно но то есть вертолетом наши богатые люди еще не освоили такому мы же в петербурге ну я по недавнему опыту зарекся назначать встречи на васильевском и на петроградке тоже внизу мостов 2 вертолеты потому что проезжал троицкий мост 40 минут от начала до конца это все вертолеты дмитриевич интересный опыт возвращаемся к сегментам и к их взаимосвязи вот есть такой серьезный московский аналитик олег репченко это иран ru индикаторы рынка на недвижимости и он утверждает что в москве рынок достиг такого состояния когда для успешной деятельности для того чтобы обеспечить нормальный спрос спрос застройщикам придется продавать элитку по цене бизнес-класса бизнес-класс по цене комфорта и комфорт по цене эконом чтобы обеспечить объем продаж как вы считаете насколько справедлива вот эта гипотеза на ближайшие пару лет и применима ли она к петербургу к сожалению я считаю что эта гипотеза не применима к петербургу к сожалению я считаю что отголоски прошлого точнее 15 год только сегодня нам аукается то есть те цены которые поднял я имею ввиду курсы доллара и евро которые были подняты так сильно практически в два раза в 15 в конце 14-15 годе только сегодня мы понимаем и ощущаем эту этот эффект мое ощущение что все будет расти только сильно вверх если раньше я предполагал что это все останется на таком же уровне я не отдавал себе отчета я говорю мои прогнозы были 70 процентов это в виде инфляции в год тем не менее мы еще и 107 день ну хорошо 17 выходить 17 я хочу не 70 70 мое ощущение что все будет расти и все будет гораздо дороже невозможно продать бизнес-класс по цене 350 тысяч рублей за метр квадрат еще раз репченко говоря о том что для того чтобы успешно продавать застройщики должны спуститься на ступеньку ну а я вы считаете что все будет только расти поэтому спускаться будет некуда хорошо у нас еще одна интересная закономерность в этом году пожалуй так впервые внятно отмеченная у нас на рынке жилья типового обычного массового жилья сравнялись первичка и вторичка готовое жилье квадратный метр стоит столько же сколько в новостройках при том что новостройка вводится через полтора два года сегодня на элитном рынке у нас порядка 1100 квартир в новостройках на строящихся объектах вылитки и две с половиной тысячи квартир которые аналитики считают также там класса а готовых на вторичном рынке отличается ли у нас цена в новостройках и на вторичке и кто сегодня диктует цены застройщик или владелец хорошие квартиры на таврической или потемкинской хороший вопрос что значит диктует цены тот кто продает и будет результат либо только назначает две разные вещи с одной стороны конечно же в шестнадцатом году ему надо продавать не просто так на рынок вышел посмотреть ну вы же то сами спрашиваете назначили в новостройке купили ли а во вторичке имеет возможность снизить чтобы продать да поэтому смотря сколько вложил конечно тоже психологически ну слушайте все что продается сейчас это наверное не результат двух ну хотя такое тоже может быть но тем не менее большие квартиры которые продаются на вторичном рынке сегодня это зачастую купленные расселенные 90-х начале двухтысячных и конечно же там математика бьется то есть там дешевле все было в то время что касается на рынка рынок сми а вот те которые покупались расселялись в одиннадцатом-двенадцатом году их меньше меньше они это все просто более не экономически выгодно не целесообразно просто по математике поэтому мы действительно расселяем до сих пор некоторые коммуналки больших размеров на улице рубинштейна дом 23 буквально недавно произошло а на улице рубинштейна было что за квартира рубинштейна было 12 семей конечно же с полным пакетом сюрпризов неизвестный родственник известный родственник пропущен да 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 кто-то в тюрьме кто-то не дай бог помер в бумагах процессе расселения процессе расселения и так далее раньше это было выгодно сейчас то менее выгодили 12 квартир для 12 они это очень многие взяли деньгами но тем не менее рынок сместился действительно шестнадцатом году люди начали обращать внимание больше на новостройки то есть сегмент съехал в сторону новостроек и люди начали верить доверять новым стенам новым коммуникациям своему однородному социуму и конечно же подземным паркингом что настолько важно в эти зимы в минус 30 снежные что это дворе это грустно во дворе это очень грустно особенно когда у тебя есть люди которые не любят твои благополучия и благосостояния поэтому безусловно это абсолютно адекватный ответ вторичников а точнее продавцов вторички которые снижают цены и хотят сделать все возможное для возможной продажи в некоторых случаях такие скидки достигали 20 25 процентов то что говорить о коммуналках и так понимаю что с золотого периода там конца 90-х начала нулевых процесс идет по убывающей все меньше и меньше интересных коммуналок труднее и труднее их расселять это навсегда или возможен психологический перелом и возможно что оставшийся миллион граждан обитающих у нас коммуналках мы из них 1300 400 в пределах центра все-таки пересмотрят свои аппетиты вот более рационально происходить процессу расселения и поймут что инвесторов в очереди но пока не видно хороших видовых коммуналок на таких золотых адресах как дворцовая итальянская большая малая конюшина конечно осталось единиц их практически хороших не осталось и вы уже знаете почему они не расселяются такие квартиры до некоторые квартиры не расселятся никогда ощущение там раскольников идет из-за угла потому что это все просто вот из другой жизни и мира но они есть и они наверное никуда не денутся я думаю что будет ряд квартир которые никогда не расселятся но в конце концов это не значит их нельзя невозможно купить если тебе нужно что-то тут вместе с бабушкой и и и собакой и бельем и луком и всем ну понятно хорошо то есть городская программа расселения коммунала как-то чему-то помогает да там ведь есть софинансирование конечно есть есть масса формул масса примеров да это все немножко акцентирует внимание на расселение в конце концов конечный клиент хочет что-то с этим видом с этим с этим входом с этой парадной и я думаю что в некоторых случаях именно этого метража 300 350 400 метров там будет играть уже даже не цена роль роль играть будет именно локация ну и все остальное при этой коммунальной квартире насколько я понимаю на невском на итальянской или на дворцовой на прежде достаточно сложно обеспечить однородный социум не просто обеспечить безопасность и тем более подземный паркинг в старом фонде это редко и малореально это сделать невозможно что за люди готовы мириться с этими недостатками закрывать глаза я лично очень люблю вторичный фонд я лично очень люблю старые старинные исторические красивые квартиры вот эти полутора метровые стены вот эту шумоизоляцию эти виды конечно же стоят колоссальных денег один вид это продолжение твоей квартиры за что люди платят поэтому говорит что с чем могут мириться квартиру купить в новостройке естественно легче она грубо говоря под тебя уже может быть под подстроена квартиру купить в старом фонде но чтобы она соответствовала чистой лестнице то есть парадная красивая лестница с большими потолками они есть чистая ли она не на и камин слепнины и камином вы просто наступаете на самое сокровенное коммунальной квартиры мы недавно просто писали заметку о том как на каменноостровском известный дом для там про сидела про союзная какая-то организация буквально 30-30 маряда вот и памятник архитектуры инвестор отказался бомжи будет до экскурсии там витражи там старешница ну-ка от камина уже мало что осталось вот ну вот такое у нас отношение если я правильно понимаю это у нас сейчас как раз принимаются новые правила землепользования застройки подстроены под 820 обновленный закон и если я правильно понимаю нынешние строительные нормативы реконструкция в центре заглохнет у нас окончательно потому что по нормативам ни зелени ни автомест не обеспечить никак пусть будет так создается искусственный дефицит которым бы неплохо себя чувствовать мы с вами говорили обменялись мнениями вот в предбальнички студии фонтанка офис действительно ли сильно изменилось время экспозиции больше смотрят меньше покупают или как нет время экспозиции квартиры конечно же увеличилась сейчас такое неопределенное время последние несколько лет что непонятно не знаю что им именно нужно или просто не считают нужным именно сейчас вкладывать деньги вы рассматривает время экспозиции это продавцы время покупки и соответственно пока показов и вот этих вот вот этой активности это покупатели очень часто действительно сейчас гораздо больше активности гораздо больше показов просмотров и очень умение меньше принятия решения в это время как это было год или два два три назад поэтому как раз срок экспозиции увеличился до элитная квартира вот миллиона долларов всегда стояла на рынке ну примерное время 7 13 14 полугода год до сейчас мы рассказываем должен�円 долларов цены по превровал в долларах хороший вопрос от миллиона долларов продавцов в голове доллар или рубли у продавцов доллары потому что все хочется обосновать что это стоит дороже а сейчас на роже долларов подешевел за последний в коем случае мы продаем в рублях хочется обосновать эту сумасшедшую рублевую стоимость потому что в доллары был б bela дорог сейчас доллара дороже там понятно покупатели какие мотивы тех неопределенность неопределенности понятия чего будет вдруг доллар будет больше вдруг будет ну не дай бог что еще и нет ли смещение в структуре покупателей в сторону даже не чиновников а представителей чиновников силовых структур полицейских чинов налоговых чинов на живут из этого вроде формируется новая страта богатых ну какая последние лет десять я считаю что из этого может быть фирмировалась это страта богатых но она очень сильно имеет атаку на свою страту это это каста что касается посадили на не так но не отобрали же квартиру скация крайне редко садить и отобрать это же обещать не значит жениться то есть может быть отобрали может быть отобрали вы просто не знаете ну вот у нас есть 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 эти клиенты конечно же они существуют они никуда не денутся но я не сказал бы что это просто только отдельная каста и на них надо обращать внимание она растет или она уменьшается и она остается примерно постоянной последние пару лет спрос на элитную недвижимость растет время экспозиции экспозиции растет какой клиент покупает я не отвечу вам что это только отсюда или оттуда на загородном рынке продавцы говорят что есть несколько параметров которые позволяют такого клиента вычислять обычно он не сам подписывает документы обычно вот есть уполномоченные представители которые все бумаги подписывают обычно он не очень охотно называет себя на всякий случай абсолютно согласен и зачастую человек который приходит и говорит что он от кого-то он его переводчик помощник водитель или секретарь благотворительный фонд до зачастую хочет себе кусочек но всегда это лучше работать с тем чем с конечным потребителем у нас есть достаточно забавная статистика вот он недавно аналитики подсчитали количество богатых и ультра богатых ультра high net по всему миру и у нас получилось что по всему миру количество богатых выросло на 3 процента в россии не смотря на кризис на 10 вот эксперты насчитали 150 тысяч поголовье долларовых миллионеров из них там больше 60 тысяч в москве и в петербурге тоже немало тоже там больше 30000 38 тысяч долларов миллионеров действительно по вашему сегменту рынка можно ощущать что количество богатых ну немного растет растет заметно 10 процентов за год это очень существенно ну мы можем ощущать этот рынок только по количеству сделок до говорит что сегодня сделал больше в элитном сегменте чем это было вчера или год или два назад не сказал бы сейчас повторюсь неопределенное время и говорит что из-за увеличения этих людей в этом списке наших сделок не стало больше пока 2017 1 квартал это положительные цифры положительные направления мы пока хорошо идем продается ну сегодня то что было наработано вчера то есть месяц-два и так далее назад говорит что это прямая связь тут больше значит больше сделок я бы не сказал у вас пить офис на мойке до фонтанки видите как объекта центра вы знаете наверняка достаточно хорошо вот у нас там появляется русский дом в восковом переулке рядом с моим появление новых достаточно дорогих новостроек в пределах исторического центра приводит постепенной джентрификации окрестных кварталов или к забору знаете люди хоть и сменили свой интерес в сторону новостроек но не всех и такие большие надежные застройщики как его это лср рубля и конечно же приоритете и новый объект выходят одного из тех застройщиков всегда в интересе у наших клиентов поэтому я не сказал бы что все новостройки пользуются сегодня такой дикой популяр я не про это я про то как они влияют на город вот аппаратный квартал он как-то включен городскую ткань там нет забора никакого-то так плавно перетекает район баскова переулка улица короленко изнанка литейного проспекта это такой довольно маргинальный райончик при всем притом и я спрашиваю потому что в европе эту тенденцию стали отмечать три-четыре года назад пожалуй они привыкли все без заборов но вот последние годы кварталы среднего класса и выше огораживается потому что улица потому что улица стала другой как у нас это происходит происходит вливание в городскую ткань или происходит отдельная анклава в хороших местах с хорошим видом куда ты попадаешь через охрану я думаю что и так и так но нельзя и невозможно сказать что джентрификация вот это вот обновление в этого района с помощью того же фасада русского дома будет сегодня вот категорически мешать тому что стоит рядом не мешать не мешать будет ли притягивать там более дорогие магазинчики фастфуд или рестораны хорошие конечно такие объекты как тот же русский дом как привилегия как русский как тот же парадный квартал есть такое понятие понимание в принципе сказали его наши коллеги в же к леонтьевском мысе эффективная доступность комфортной жизни вот то есть все внутри все здесь что он еще онаков завернул абсолютно верно не наш товарищ он был гостем на 6 был но может быть это еще и забыл тем не менее садики мойки рестораны кафешки для этого корпуса для этого комплекса они конечно же востребованы вокруг тоже это привлекает безусловно ну вот сейчас эффективная доступность комфортной жизни в элитном сегменте описывается суммой там 362 тысяч рублей за квадратный метр ужас просто ужас в принципе цены за прошлый год выросли на пять процентов рублях это никому пределах инфляции как вы и говорите предел дар в пределах официальной инфляции что уж и вовсе страны и мы пока не видим каких-то резервов для существенного роста и при этом аналитики отмечают что сокращается предложение вот если говорить о новых проектах и всего ничего там royal park появился появился такой адрес канагвардейский бульвар 13 и еще одна тенденция которые говорят аналитики увеличивается доля аппартов и влияние аппартов высокого ценового сегмента на рынок работаете ли вы с этим форматом какие в нем особенностей как к нему относятся клиент аппарты жилые да вы знаете на сегодня жаренский да ну канвардейский это просто ряд квартир в этом доме я знаком с этим объектом проектом это не новый жк это не монферран нет оговорил типа монферрана вот эти вещи по монферран значит в петербурге апартаменты настолько не понятны до сих пор и настолько люди не пыли я лично знаю людей которые въехали в монферран и до сих пор уверены что это жилая квартира не так конечно не не до уровня глупости но не понимают до сих пор объективную разницу они знают что здесь чуть больше в налогах здесь чуть больше в ку но это не играет роль мне нужно заехать на эту локацию мне нужно жить здесь с этим видом и апартаменты тут или жилые квартиры мне в принципе не важно есть определенные электромобили или бензиновый двигатель но в конце концов это из точки а в точку б тебя доводит и как едет и есть определенного определенные объекты например на просвещение а географию на это то кучер есть смотри что водитель есть определенные объекты например комплекс с где есть апартаменты и жилые квартиры абсолютно успешный проект где есть квартиры которые чуть дороже чем апартаменты есть апартаменты которые на около 25 процентов дешевле чем те же квартиры в соседнем корпусе ну вот такая разница это по цене по планировкам планировочным решениях элитные апартаменты шарим совсем другая история совершенно тех никто не дает поэтому мое ощущение что на сегодня человек не будет выбирать жилое либо апартаменты это все будет выбор после локации мне нужно здесь поэтому неважно желая или апартамент появляются ли у нас новые локации которые поднимаются в статусе и могут со временем там ближайший год 35 стать престижными супер престижные но мне кажется как раз тот же петровский остров это великолепный потенциальный потенциальный остров что касается новой локации до последнее время очень сильно мы обращаем внимание как люди смещают свой интерес в сторону низкой ратуши вот именно где дому ратуши кирочная вот в ту сторону за таврический сад между него и таврическим садом может ли такой феномен произойти в зоне притяжения лахта центра очень может быть я думаю что не в этой декаде но очень может быть почему нет это будет следующий downtown салтибург там же возможно не только downtown и какая-то пригородная зона коттеджная застройка особняковая и все те коттеджные застройки которые есть на сегодня они очень даже сильно пользуются и востребованы нашими клиентами ну вот проект господина пригожина группа concord я не стал упоминать в этом контексте вы уже упомянули на фонтанке с ним отдельные счеты отдельные истории связаны но это опять-таки такая не очень понятная нивидерность со статусом рекреации до база отдыха некая я не считаю что это непонятный проект абсолютно понятие но видите ли в чем дело у нас первое чтение прошел закон об обязательной классификации мест размещения все все апартаменты будут вынуждены получать звезды точно любопытно будет процедура до 3 звезды или 5 звезд великолепно получим звезды факт что все они соответствует какому то количество создастом свои требования гостиницам если сдавать в аренды ваш прогноз у нас что произойдет раньше какая-то стабилизация в экономике и политике или граждане устанут от неопределенности и привыкнут неопределенности и привыкнуть принимать решения условия предпривыкнуть к неопределенности это уже какой-то вид стабильность поэтому я считаю что у нас всегда вот такой бардак, вот как-то так, да? А в этом бардаке есть такой порядок. Да. Я считаю, что у нас сильные люди, и, скорее всего, мы быстрее привыкнем, чем будет какая-то стабильность. Сильные, но не настолько сильные, чтобы обеспечить себе стабильность. Да переварим, все будет хорошо. Это касается элитного сегмента или рынка жилья вообще? Это рынка жилья вообще, но элитного, тем более, это умные и интересные люди, которые понимают все лучше нас. Понятно. То есть прогноз оптимистичный. Да, безусловно. Все будет расти, и все будет хорошо. Вы говорите, как типичный продавец. Ну, подождите, я есть продавец. А сколько лет Вы на рынке? Компании около 10 лет. Мы в группе компаний больше 13 лет. В недвижимости. У Вас, не ошибаюсь, даже книжка вышла на эту тему? Есть такой проект, да, спасибо. Как называется? Это игра слов. Называется Really. Really от Real Estate. История по недвижимости, учебник жизни. И впрямь, да? Реали. Серьезно? Презентация была? Была? Буквоедия? Там есть и байки из 90-х, и история расселения коммуналок, и как становился рынок. Все это есть, пожалуйста. Конечно. Хорошо, отрицензируем обязательно и на фонтанке, и в недвижке. Договорились. Спасибо за встречу. Не знаю, разделяем ли мы Вашу уверенность в том, что все будет позитивно и хорошо. У нас есть некоторые тревожные опасения. Но, тем не менее, да, рынок достаточно стабилен. Новостройки, хотя и в меньшем количестве, но появляются. Для меня главный вопрос – это дальнейшая судьба исторического центра, потому что пока мы не видим. Новый закон так и не принят, думаю, его отклонило, который давал больше местным властям. А реставрация и реконструкция жилого фонда сейчас происходить фактически не может из-за жестких ограничений и из-за жестких нормативов требований к жилью. Так что пока у нас будет продолжаться эпопея 90-х, когда в стареньком доме возникает конфетка такая, бомбоньерка внутри, с хорошей парадной, но дом какой был, такой и остается. Митриевич, как русский дом притягивает интересные объекты, так и бомбоньерка притянет интересных клиентов. Будет 60 бомбоньерок. Коммуникации от этого лучше не станут, к сожалению. Спасибо. В студии «Фонтанки» был Петр Войчинский, генеральный директор МК «Элит». Программу «Кадл-квадрат» вел Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Всего доброго.